В этом выпуске в округах завершается реализация инициативных проектов. Школьные и родительские комитеты получат по одному миллиону рублей. Об этих и других новостях подробнее далее. Минцифра совместно с правоохранительными органами и Банком России разработала пакет законопроектов, направленных на защиту граждан от мошеннических схем с использованием информационных технологий. Это комплексный план действий, включающий самозапреты на кредиты и маскировку. Маркировку звонков, которые охватывают наиболее распространенные уловки кибермошенников. В Чувашии завершили реализацию более 85% запланированных проектов инициативного бюджетирования на селе. Полностью завершили реализацию программы в Комсомольском и Батревском округах. Еще по два проекта близятся к финишу в Красночитайском, Ятиковском, Мурнарском и Парецком округах. В антилидерах по освоению средств и реализации это Цивильский, Алатрский, Маргаушский, Козловский и Урмарский муниципалитеты. С начала этого года в Центры занятости за содействием в поиске подходящей работы обратились 24 тысячи пенсионеров, из которых 14,5 тысяч были успешно трудоустроены. Об этом сообщает Федеральная служба по труду и занятости. Как правило, пенсионеры трудоустраиваются в сферу здравоохранения, образования, на административную работу, а также для оказания услуг населению. В Чувашии в ходе рейда автобус к ответственности привлечены 97 водителей. Об этом сообщает МВД по Чувашии. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей автобусов проявлять максимальную внимательность, избегать создания аварийных ситуаций, производить посадку водителей, пассажиров исключительно на остановках и только после полной остановки транспортного средства. Четыре проекта школьных родительских комитетов в Чувашии победили в конкурсе инициатив родительских сообществ. Об этом сообщает Минобразование. По одному миллиону рублей получат столичные лицеи номер три на реализацию проекта «Туризм. Образование для ума и сердца», а также школа номер один города Шумерля. с проектом «Школьный инклюзивный медиа-центр. Первый кадр». Мы следим за развитием событий. Карина Баскакова, служба информации. «Тван-радио» на родной полне. «Тван-радио»